Мариам Лукпанова в студии Атамикен Бизнес в эфире главные новости. Количество пострадавших в авиакатастрофе близ Алматы увеличилось до 67 человек. 49 находятся в больницах города, 9 из них дети. Всего на борту находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира. Среди них 2 гражданина Украины, 1 гражданин Кыргызстана и 1 гражданин Китая. В результате происшествия погибло 12 человек. 8 из них на месте происшествия, двое по дороге в больницу, еще столько же в аэропорту Алматы. Пассажирский самолет авиакомпании «Бэкэйр» пропал с радаров через несколько минут после взлета. Позже выяснилось, что он пробил бетонное ограждение и рухнул прямо на жилой дом. Спасательная операция началась с прибытием на место всех специальных служб. Были задействованы больше тысячи человек-спасателей, 72 единицы техники, 86 бригад скорой помощи Алматы и Алматинской области. Пострадавших начали развозить по разным городским больницам. Сейчас в медицинских учреждениях Алматы находится 47 пострадавших. 8 человек в крайне тяжелом состоянии. С утра медиками было проведено 10 операций взрослым, еще 2 детям. В каждой больнице дежурят психологи, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших. В клинике развернут штаб. Все доставленные фамилии постоянно обновляются и выставляются в холле и передаются по всем каналам. Работают психологи с родственниками и с каждым пострадавшим. Также привлечены все ведущие специалисты города лекарственными средствами и кровью необходимым все клиника обеспечены. Между тем жители близлежащих домов к месту падения самолета в поселке Гульдала не слышали, как произошло ЧП. По их словам о том, что произошло крушение пассажирского воздушного судна, они узнали из социальных сетей. Сейчас на месте ведутся следственные мероприятия. Бортовые самописцы уже найдены и изымаются для исследования. Мы ничего не слышали. Конечно, если бы произошел взрыв, то был бы сильный грохот. Я узнал о том, что упал самолет из рассылки в социальных сетях. Я жил совсем рядом. Когда узнал о произошедшем, сразу же выбежал во двор. Но ничего не было видно и слышно. Уже позже начали приезжать машины скорой помощи. Командир воздушного судна Марат Мурадбаев погиб. Второй пилот получил тяжелые травмы и находится сейчас в больнице. Воздушное судно, по данным заместителя премьер-министра республики Романа Скляра, было выпущено в 1996 году. Сертификат летной годности был продлен в мае этого года. В Казахстане оно начало совершать перевозки с августа 2016 года. Всего в авиакомпании «Бэкэйр» 10 воздушных судов. Из них только один самолет не имеет сертификат летной годности. Сегодня нами на взлетно-посадочной полосе было обнаружено два последовательных касания хвостовой частью воздушного судна с интервалом 300-400 метров. То есть при взлете воздушное судно дважды задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Затем воздушное судно развернуло вправо по окончании взлетно-посадочной полосы. Шасси были к этому времени уже убраны, то есть воздушное судно пыталось взлететь. И резко крен пошел вправо, столкнулась с забором и с частным домом, как вы видели. В доме никого не было. Воздушное судно на две части было разбито. В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части. До выяснения всех обстоятельств, деятельность компании «Бэкэйр» приостановлена комитетом гражданской авиации. На данный момент названы две предварительные версии крушения самолета. Ошибка пилота или технические причины. Первая бригада скорой медицинской помощи приехала в течение 15 минут. Все остальные бригады приезжали буквально с интервалом несколько минут. Касательно недопуска к месту происшествия бригад скорой помощи, здесь надо понимать, что есть определенный алгоритм, когда первыми к месту происшествия приезжает служба ЧАЭС, которая на месте оценивает, насколько безопасна площадка, есть ли угроза для жизни для спасающих. Только после этого уже допускаются остальные службы для оказания необходимой помощи. 28 декабря в Казахстане объявили днем национального траура. В этот день будут отменены все мероприятия увеселительного характера и опущены все государственные флаги. Известно, что семьи погибших получат по 4 миллиона тенге. Амина Абдрахманова, Даурен Хаджибаев, Нурландос Магомбетов. Главные новости. Тем временем президент Казахстана поручил проверить все авиакомпании и объекты авиационной инфраструктуры на соответствие требованиям безопасности, а также обеспечить проведение, я цитирую, качественного и объективного расследования причин и обстоятельств крушения самолета под Алматы. Конец цитаты. Предлагаю послушать комментарий президента с экстренного совещания в Акурде, которое началось с оболезнований семьям погибших. Касым Жумартукаев также распорядился принять меры. По завершению комплектования авиационной администрации Казахстана квалифицированными специалистами. Акционерное общество создано полтора года назад для обеспечения авиационного контроля. Как уже сообщалось в сюжете моей коллеги Дианы Токеновой, погибшим и пострадавшим окажут необходимую финансовую помощь. Им выделят по 4 миллиона тенге. Об этом сообщил премьер-министр Аскар Мамин на заседании правительственной комиссии по расследованию причин падения самолета авиакомпании Бек-Эйр. Бүгін барышы Қазақтандықтар Алматы Ауи Жайн ұшып шыққан Бек-Эйр ауи компаниясын ұшағын апатқа ұшырау туралы қайғылы қабардауыр көзелеспен қабылдадық. Бына Ҿіпкіп ұртқа ұртығы Strеғы Истон өгім ұсағындалдайы Қазақтар Алматы Ауи Жайн әріпттергі алматы ұшып шыққа ұртығындару ғанып көзіп әріпттергі алматын ұшықтарқы ұқазағын қор, осығығы ұрыс, онынмен ұшып шыққaxандығыран ұшықтар ұшып шықтар и жарарып. Изменения в действующее законодательство после авиакатастрофы под Алматы намерены внести депутаты Мажелиса. Народные избранники отметили, что вопрос безопасности полетов поднимался ими неоднократно. Но ситуация именно требования по обновлению авиапарка так и осталась нерешенной. В интервью нашему телеканалу Мажелис Вумангульшара Абдекаликова сообщила, что парламентарии изучат трагический случай и на основании этого решат, какие поправки будут внесены. Вы тогда летали самолетами ГТ-100? По-моему, раза два было. Я даю, что после такого трагического случая Вы, как представитель законодательной власти, какие меры Вы, наши коллеги, предприняли, чтобы такого случая больше не повторилось? Потому что флокер-100, самолеты, они даже в России не летают. А за последние 10 лет это как минимум третий случай. Сегодня с утра мы с коллегами собирались. Наш спикер Мурлазерлаевич Матурин выразил соболезнования всем, кто погиб и выздоровление, кто получил травмы серьезные. И тут же отметила о том, что мы должны сейчас понять, что требуется для того, чтобы таких случаев не было, какие должны быть изменения в законе. Я думаю, сейчас парламентарии это мы глубоко изучим. Между тем, депутат Ирина Смирнова выступила сегодня в эфире Atomicent Business с более жесткой позицией. Она, в частности, заявила, что ответственность за этот случай лежит на собственниках авиакомпании и на комитете гражданской авиации. Последним, по мнению депутата, цитата, некогда выполнять свои прямые обязанности. Предлагаю послушать фрагмент из выступления. Комитет по контролю сотрясается внутренними дрязгами, разборками и так далее. Поэтому, видимо, им не до того, чтобы всем вместе правильно, грамотно, компетентно разбираться в вопросах того, чтобы безопасными были наши полеты. Они разбираются между собой. Надо, в конце концов, наверное, их всех уволить, принять новых людей, тех, которые могут работать. Напомню, рейс Z-2100 авиакомпании Бек-Эйр исчез с радаров примерно на высоте 670 метров. Он едва оторвался от земли и через 17 минут, по данным КЧС, сокрушил на своем пути двухэтажное сооружение. Мы попробовали отследить хронологию авиакатастрофы детали у Дианы Токеновой. Посадка на рейс Z-92100 в аэропорту Алматы завершилась в 6.50 утра. Беды ничего не предвещало, ведь погода была летной. Через 15 минут в 7.05 по плану самолет взлетел. Как нам потом расскажут очевидцы, все произошло буквально вмиг, примерно за полминуты. То есть в ту же минуту, когда вылетел самолет, он пропадает с радара. Об этом свидетельствуют открытые данные в интернете. ДКР-2100, у нас округ. С кем бортам аэродром временно закрыт? Сколько буду кружиться, пока они еще не говорят? 554 информацию принял. Кружите. Кружим, кружим! Через 17 минут, примерно в 7 часов 22 минуты, самолет врезается в бетонное сооружение в районе поселка Козелту. Только спустя час аэропорт Алматы официально заявит о случившемся, и через несколько минут сообщения появятся в СМИ. Выжившие и просящие о помощи пассажиры начнут публиковать посты в социальных сетях. По данным вице-премьера Романа Скляра, взлетная полоса была подготовлена идеально. К ее состоянию нареканий нет. Но на ней остались следы касаний хвостовой части. Воздушное судно два раза задело взлетно-посадочную полосу с интервалом в 300-400 метров. Российский эксперт Александр Романов в телефонной беседе с нашим телеканалом отметил, что несмотря на возраст почти 24 года, назвать данный «Фокер-100» старым нельзя. Есть информация, что потерпевший крушение самолет дважды чиркнул хвостом о взлетно-посадочную полосу. Это может говорить о какой-то конкретной причине катастрофы? Пока я не хотел бы говорить, потому что сотни вероятных причин, которые могут быть от ошибки пилота, от технической неисправности и многое другое, возможно, еще какие-то метеорологические условия повлияли. Поэтому я не хотел бы прогнозировать раньше времени. Очень мало данных. Но вот по вашему личному мнению, все-таки это больше человеческий фактор или технические причины? Я думаю, что у нас бывает одно, связанное обязательно с другим. Если начальная была возможна техническая причина, то пилоты могли сделать исправление какое-нибудь неграмотное. Это тоже такая существует вероятность. Диана Текенова, Нурсултан Баканов, телеканал «Атамикен Бизнес». Сам момент крушения самолета под Алматы не зафиксирован на видео. Но наша команда дизайнеров и редакторов, используя данные экспертов, постаралась восстановить трагические события на графике. Предлагаю посмотреть, как это могло быть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В списке погибших и председатель Президиума Совета Генералов, генерал-майор юстиции Рустам Кайдаров, почетный ветеран МВД. Уроженца Восточно-Казахстанской области внушительный послужной список. С 1992 по 1995 годы он работал заместителем министра внутренних дел. С 2001 года возглавлял Республиканское общественное объединение Совет Генералов. Награжден орденами «Парасад», «Звезда Содружества за заслуги». Всего более 30 медалей СССР, Казахстана, России, Украины и Беларуси. У погибшего остались супруга и дети. Также в результате трагедии погибла наша коллега Дана Круглова. Она работала выпускающим редактором информационного агентства «Информбюро». Ей было 35 лет. Редакция телеканала «Атомикен Бизнес» выражает искренние соболезнования семье Даны. Также стало известно, что одна из погибших – акушер-гинеколог Арман Исина. Среди тех, кто купил билет на злополучный рейс, Иван Каратеев. Молодому человеку повезло. Он не пострадал и даже успел помочь нуждающимся до приезда скорой. В интервью нашему телеканалу Иван рассказал о деталях ужасной трагедии и своих эмоциях от пережитого. Начался жуткий крик. Люди начали кричать, пытаться отстегнуть ремни. И буквально через пару секунд мы столкнулись с землей. Эта самая судьба стала роковым приговором для одних и вторым днем рождения для других. Ивану Каратееву сегодня повезло. Он остался жив. И, наверное, все еще пытается осознать произошедшее. Молодой человек испытывает противоречивые чувства. Счастлив, что выжил, но опускает взор, когда речь заходит об утренней трагедии. За мной было четыре ряда. И передо мной, когда столкнулись с землей, передо мной я увидел только три ряда. И спасательный выход. И все. Дальше я ничего не увидел. Потому что там уже было вот это вот здание. Все происходило очень быстро, вспоминает Иван. Люди были в панике. Скорая не прибыла даже по происшествии получаса после катастрофы. А между тем, помощь нужна была всем. Я когда вышел с самолета, упал в этот обрыв, который там рядом. И увидел там девочку, поднял ее, укутал в одеяло. Мы ее вынесли на дорогу. Пытались еще там спасти других людей, которые были под обвалами. В шоковые моменты люди ведут себя по-разному, говорит психолог Зарина Штеер. Часто такой опыт, пусть даже и с позитивным исходом, не проходит бесследно. Все зависит от индивидуального восприятия. Поэтому коррекционная работа может пригодиться, уверена специалист. Если в течение месяца, то есть после случившегося события, острота ощущений не отпускает, да, то есть наоборот продолжает нарастать, если в течение месяца вы сами психоэмоционально не успокоились от пережитого, в таком случае нужно обращаться к специалисту. В норме через месяц все эти переживания притупляются. Житель Кокшутау Иван Каратеев сейчас работает в южной столице. Новогодние праздники планировал встретить с семьей на малой родине. Но планы, похоже, круто меняются. Молодому человеку сначала обещали билет на Эйрастану, а потом на Скат. Из-за таких качель Иван намерен отказаться от билета. Меруэржикианова, Атамикен Бизнес. Трагедия, которая произошла сегодня утром, не оставила равнодушными никого. Особенно впечатлило видео, которое уже нарекли в видеодня. Полицейский Жексылык-Султанов выносит с места трагедии на руках грудного 4-месячного ребенка. Позже он рассказал о состоянии молша. Сначала мы с напарниками вытащили людей без признаков жизни. Как вы видели, на месте были и полицейские, спасатели, медицинские работники. Мы обошли самолет и перешли в сторону частного дома. Там лежала женщина с открытым переломом ног. Она не плакала, наверное, от того, что была в шоковом состоянии. У нее на груди лежал мальчик. Она придерживала его левой рукой. Правая рука была травмирована. На казахском я ей сказал, что возьму ребенка и передам в скорую. Она моргнула глазами, дав одобрение, после чего женщина заплакала. Ну а жители села Подолматы готовят еду для спасателей, которые работают на месте крушения самолета Бекэйр. На видео, появившемся в сети, видно, идет сбор продуктов и готовка еды. Между тем, пресс-секретарь Акима Алматинской области Галымурад Жукель сообщил, по поручению главы региона рядом с местом ЧП созданы пункты питания и выдача продуктов. К работе спасателей подключились волонтеры из ближайших сел. Они оказывают посильную помощь. Итак, что касается международного аэропорта Алматы. Воздушная гавань работает в штатном режиме. Рейсы всех авиакомпаний, за исключением Бекэйр, выполняются согласно расписанию. Паники в аэропорту нет. Люди ожидают своих рейсов, встречают прибывающих. По данным администрации воздушной гавани, взлетная полоса, с которой взлетел упавший самолет, сейчас закрыта до завершения работы правительственной комиссии. Но это никак не сказывается на работе аэропорта. Весь день у здания воздушной гавани дежурят кареты скорой помощи на случай, если кому-то из родных погибших или пострадавших понадобится помощь врачей. С прибывшими в аэропорт родными погибших и пострадавших работают психологи. Тем временем в аэропорту Нур-Султана всю первую половину дня был ажиотаж. Из-за приостановления деятельности Бекэйр 500 казахстанцев не смогли попасть в пункты назначения. Их рейсы отменили. Классы авиакомпании пытались брать буквально штурмом. Люди требовали доставить их в конечные точки, либо вернуть деньги за прогоревшие билеты. А цены на внутренние перелеты, между тем, взлетели. Жанна Алпыспаева сегодня работала в столичном аэропорте. У нее полная картина по сложившейся ситуации. Пусть они предоставят на другой рейс. 12 часов дня столичный аэропорт. У пассажиров БКР сдают нервы. Настолько, что они берут штурмом кассы. Работникам даже пришлось вызвать полицию. Люди должны были вылететь в Шымкент еще в 7 утра. Однако все рейсы перевозчик отменил. Власти приостановили его деятельность. Деньги за проданные билеты компания обещает вернуть. Отправить пассажиров тоже обещает. Но только после того, как другие авиалинии дадут свое подтверждение. В канун Нового года это сделать очень сложно. Почти невозможно. У всех авиакомпаний борты загружены полные. Сейчас руководством БКР решается, как доставлять своих пассажиров. Помимо этого были направлены запросы в другие авиакомпании. Там Air Astana, SCAT о содействии доставки. Но вы поймите, у них борты полные. Вот поэтому это сейчас затягивается. Гульнар Нурманова должна была лететь на Фокер-100 из Нурштултана в Казаларду. Узнав о крушении, женщина не может сдержать слез. Мы уже багажи сдали, а потом сказали, что обратно нужно взять багаж. Уже что-то почувствовали, что что-то неладное. Никто нам ответа точно не дал. Пошли на кассу забирать билеты, но там сказали, что мы не выдаем. Потом выяснилось, что самолет разбился при взлете. А мы на этом самолете должны уже полететь в Казаларду. В аэропорту развернули кризисный штаб. Для тех, кто должен был встретить своих родственников и близких из Алматы. Но так и не дождался. Здесь работают около 20 психологов и 5 карет скорой помощи. С утра здесь находились около 15 человек. И сейчас можно встретить людей в сильно эмоционально расстроенном состоянии. С ними невозможно разговаривать, потому что они плачут. После обеда Air Astana согласилась предоставить места на бортах родственникам погибших в Алматы. Бесплатно с любой точки Казахстана в южную столицу. А вот что делать остальным пассажирам, не сказал ни один авиаперевозчик. Представители БКР к пассажирам так и не вышли. Горячие еды, питья и мест в гостиницах людям не предоставили. Конкуренты-перевозчики тем временем взвинтили цены на билеты. Стоимость доходила от 100 до 200 тысяч деньги в один конец. Авиакомпания Air Astana запускает дополнительный рейс по направлению Нурсултан-Алматы из-за приостановки деятельности авиакомпании Бек-Эйр. Пресс-секретарь Мининдустрии Мадьяр Уакпаев сообщил, что вылет будет завтра в 7.15 из Алматы. Новый рейс ввели для вывоза пассажиров с отмененных рейсов Бек-Эйр, добавил он. На самолетах будет блок мест для родственников погибших и пострадавших, отметил Уакпаев. Между тем, все рейсы авиакомпании Бек-Эйр, запланированные до 31 декабря, отменяются. Пассажирам необходимо вернуть выкупленные ранее билеты. Об этом заявили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Как сообщает пресс-служба ведомства, полеты компании временно приостанавливаются до выяснения обстоятельств. На имя президента Казахстана поступают телеграммы соболезнований от мировых лидеров. Так, президент России Владимир Путин направил письмо к Касымжу Марту Токаеву. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, говорится в сообщении. Также глава Кыргызстана Сурон Байжейнбеков направил соболезнования казахстанскому коллеге Токаеву. Телеграмму направил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Напомню, завтра в Казахстане объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе. Это все главные новости к этому часу. Следите за лентой новостей нашего телеканала на Ютубе, Фейсбуке и Инстаграм. Там моментально публикуется самая актуальная информация. А мы продолжаем следить за ситуацией. До встречи в студии от Амикен Бизнес завтра в 10 и 11 часов дня.